ДИПЛОМ МОЭЛЯ За минувший месяц израильская армия атаковала в Газе 14 тысяч объектов террора, в том числе 100 туннелей и 4000 площадок для ракетных запусков, многие из которых находились в мечетях, детских садах и жилых домах. Число жертв превысило 11 тысяч человек. На сегодняшний день бои сосредоточены в северной и западной частях сектора. Из Газа продолжают летать ракеты, которые причиняют ущерб в Израиле. Цахал наносит удары и по Хизбалле в Ливане, отвечая на непрекращающиеся провокации. Тем временем Цахал ликвидировала террориста, отвечавшего в Хамасе за производство оружия и боеприпасов. Канадская полиция расследует попытку поджога синагоги и еврейского общинного центра в перегороде Монреаля. Ночью неизвестный кинул в здание бутылку с зажигательной смесью. Пламя, по всей видимости, погасло само по себе. Незначительные повреждения были обнаружены утром. Центр по делам Израиля и евреев, который представляет Еврейскую Федерацию по всей Канаде, заявил, что находится в тесном контакте с правоохранительными органами Монреаля, чтобы обеспечить безопасность еврейской общины города. В районе поселения Лонмаре произошел огнестрельный теракт. Один человек получил ранение. Напомню, что накануне вооруженный террорист пытался атаковать контрольно-пропускной пункт на въезде в поселение Офра. Силовики ликвидировали его. В этот же день недалеко от Рамала женщина, завернутая во флаг напала на военнослужащих с ножом. Тем временем за минувшие сутки в Иудее и Самарии были задержаны 37 палестинцев, подозреваемых в причастности к террору. Десять из них связаны с группировкой Хамас. Евреев Ирана заставили разорвать связи с родственниками в Израиле. Многие уже покинули семейные группы в WhatsApp и заблокировали свои израильские контакты. Под давлением режима и в страхе за свое будущее местная еврейская община организовала демонстрации в поддержку сектора газа в Тегеране и Сфахане. Помимо этого, в рамках этих протестов прошли собрания и выступления внутри и снаружи синагога, а также уличные шествия, участники которых держали плакаты и скандировали лозунги, осуждающие Израиль. Отмечается, что иранские евреи уже сталкивались с угрозами своему бизнесу со стороны правительства Ирана и его сторонников во время предыдущих боев между Израилем и Хамасом за последние два десятилетия. МВД Германии предупредило евреев о возможных погромах в очередную годовщину Хрустальной ночи на фоне обострения Палестино-израильского конфликта. В то же время в стране продолжают бороться с проявлением антисемитизма и исламизма. Напомню, что Хрустальная ночь произошла в ночь на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией насилия нацистов в отношении к евреям, в результате которой были убиты более 90 человек, а 30 тысяч отправлены в концлагеря. Эта ночь погромов считается началом Холокоста, унесшего жизни около 6 миллионов человек. Равин Мордехай Бениаминов уже три года возглавляет общину горских евреев Батсфарадия Реутев. Она существует при поддержке Международного благотворительного фонда Стмеги. В этом году Равин Мордехай добавил в списку своих профессиональных навыков диплом Моэля. О том, как проходит обучение этой профессии, узнавала Наталья Кравченко. Врачи, учителя, журналисты помогают людям, но их дело не благотворительность, это оплачиваемая работа. В то время как Моэль не зарабатывает своим ремеслом себе на жизнь, он исполняет заповедь, которая упоминается в Торе 13 раз. У нас есть особая молитва, таханун называется. Что это таханун? Это мы молимся Бога прощения. Каждый день мы стучим здесь у себя, а в празднике мы эту молитву не молимся. А Моэль, когда у него день обрезания, он не должен молиться, потому что считается это его праздник. Диплом Моэля Раби Мордехаю вручил лично его наставник Равин Шлома Гилберт из Израиля. Беньяминов провел на Святой Земле почти два летних месяца. Вместе со своим учителем он объездил всю страну, от дней брака и цфата до Иерусалима. Ранние подъемы в 4 утра купились быстро. Уже через месяц Равин не ассистировал своему педагогу, а делал первые обрезания. На память об учебе в Израиле у Моэля остался этот чемодан. Здесь все необходимое, чтобы сделать ребенку обрезание. Нюансов в этом деле много. Нельзя делать операцию, если у ребенка несколько дней назад была температура, например. Или если повышен билирубин, фермент, который производится при распаде гемоглобина. Это вызывает желтуху, Раби. Вот расскажите, пожалуйста, немножко, несколько слов. Базовый набор Моэля, что вам теперь нужно с собой носить? Базовый набор Моэля должен быть Могель. Это защищает ребенка, не дай бог, чтобы не навредить ребенку. Это ставится так. Могель, защита называется Могель. Потом, конечно же, есть нож. У меня есть несколько ножов, это одноразовый нож. Сегодня Пеньяминов не только Моэль, но и Шойхид. А когда-то он и не думал заниматься делами духовными. Родился в азербайджанском поселке Красная Слобода и рос обычным мальчишкой. И даже в свою первую заграничную поездку с представителями одной из американских ешив, 14-летний будущий раввин поехал из любопытства, хотел посмотреть мир. Но во время жизни в городе Нью-Джерти подтянулся к духовному наследию своего народа. Так определилось его будущее. И через несколько месяцев, я даже про Америку забыл, у меня стал интерес, который. Может быть, пять-шесть месяцев забыл, даже как я превратился в религиозный еврей, как автоматом я превратился, и у меня всегда были вопросы какие-то, да, насчет смысла жизни, детстве. Это большинство, не большинство, даже все мои вопросы ответились. Я получил ответ, и я понял, что это мое. Раби Мардыхай ведет уроки Торы в общине Реутова, отвечает за шхиту в своей общине, а теперь готов помочь самым маленьким евреям стать полноценными сынами своего народа. Он готов сделать обрезание в любом городе и даже бесплатно, если у кого-то нет возможности заплатить. Ведь это большая митсва, а для Раби Мардыхая еще и один из смыслов его жизни. Держите руку на пульсе еврейской жизни. Истории выдающихся музыкантов, дизайнеров, писателей и общественных деятелей, навсегда изменивших мир. Еврейский пульс. На первом еврейском. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают первоеврейский. Если вам тоже нравятся наши видео, присоединяйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи.